Привет всем, дорогие мои зрители! В сегодняшнем видео я вам хочу рассказать про 4 аромата. И первый из них это Cinema, Dita Von Tesse, Cellens и A Special. Про аромат от марки Eves Saint Laurent Cinema меня попросила снять замечательный блогер Ольга Швец. Вот так вот выглядит сам флакончик. Вы видите темную желтую жидкость, потом вы видите, как выглядит дно. У меня 50 мл, концентрация парфюмированной воды. И вы видите, как выбиты буковки на самом флакончике и напыленные золотистым цветом. Аромат. Аромат действительно очень красивый и достойный. В принципе, пользуясь моментом, я вам хочу сейчас быстренько зачитать пирамидку данного аромата. Верхние ноты. Клементин, цикламен и цветок миндаля. Ноты сердца. Пион, аморилис и жасмин. Ноты базы. Амбра, бензоин, белый мускус и ваниль. Хочу сразу сказать, что в самом начале я чувствую действительно очень красивую ваниль. И вместе с ванилькой отчетливо выделяется нотка цветок миндаля. Очень-очень красивая ароматная композиция. Создал этот аромат многими любимый парфюмер Жак Кавалье. И создан данный аромат в 2004 году. И насколько я правильно проинформирована, аромат или снят, или снимают с производства. Пока он еще есть на полочках, но все меньше и меньше. В некоторых магазинах его просто уже не найти. Так что, если кого интересует, поспешите и купите. Потому что цена на него реально начинает расти. Надеюсь, что обзорчик вам понравился. И Олечка тебе передает меня большущий привет. Моя дочь попросила у меня аромат от марки Дитавон Тис. Вот этот красивый черный флакончик с нежной черной кисточкой. Аромат очень резкий в начале. Я не знаю, как моя дочь оценит его в ее 16 лет. В общем, сама форма этого флакончика мне напоминает строгую женщину в черном длинном платье. И вот эта кисточка мне напоминает ее веер. В общем, вот такие вот у меня ассоциации. В общем, такая у меня фантазия. Хочу вам зачитать нотки данного аромата. Это верхние ноты. Бергамот, пион и перец. Ноты сердца. Жасмин, роза и тиаре. Ноты базы. Мускус, сандал, пачули, ут и ладан. Выпущен данный аромат в 2011 году. Парфюмер Наталья Лорсон. Я, когда купила вот этот аромат, сразу его не поняла. И, если честно сказать, до сих пор его не могу понять. Но то, что в этом аромате вы услышите красивый ладан, это точно вместе с жасмином. Я, конечно, иногда отчетливо слышу пион, а могу и не слышать нотку пиона в зависимости от погоды. Аромат вначале резкий, но он потом утихает и очень-очень красиво звучит. И очень-очень долго. В общем, могу сказать, что запах женщины. Одним словом, больше говорить ничего не надо. И надеюсь, что моей дочери вот эта ароматная композиция понравится. Пусть она носит, пусть радуется. Я в одном из моих видео говорила, что я отдаю ароматы те, которые у меня просят. Поэтому мне будет интересно узнать ее мнение про данную композицию. Аромат Silences от марки Giacomo, который был создан в 1978 году. Выглядит вот так, в таком черном круглом флакончике. Действительно, очень необыкновенной формы флакон. Флакон сделан из стекла, крышечка пластмассовая. Создал этот аромат парфюмер Gérard Goupy и Jean-Claude Nile. В принципе, аромат очень красивый. Я его купила прошлым летом. И прошлым летом я его носила. Мне он очень нравился. Этим летом я не рискнула его носить, несмотря на то, что я люблю тяжелые ароматы носить летом. Поэтому я считаю, что данную композицию лучше всего носить весной или осенью, когда прохладная погода. Хочу вам зачитать пирамидку данного аромата. Верхние ноты. Апельсиновый цвет, гальбанум, бергамот, лимон, зеленые ноты и лист черной смородины. Ноты сердца. Ирис, жасмин, нарцисс, гиацинт, роза и ландыш. Ноты базовить, вер, мускус, сандал, дубовый мох, белый кедр и амбета. В общем, что я слышу в этом аромате? Больше всего я слышу, конечно же, гальбанум и гиацинт. А также иногда могу услышать дубовый мох, но я слышала дубовый мох в прохладную погоду. В общем, зеленых нот я в этом аромате не услышала. Иногда я могу услышать ветивер. В общем, и белый кедр. На этом и все. Аромат Аспешили Эскада Эликсир от бренда Эскада я купила этой весной в объеме 30 мл. Посмотрите, какой красивый флакончик. Очень красивое оформление. Пробовала я тестить этот аромат зимой, мне не понравился. Сделала вторую попытку этой весной, когда уже было тепло. Этот аромат мне понравился. Я решила купить для себя. Вот какое оформление. Вы видите золотую крышечку. Крышечка сделана из пластмассы, но все красиво и аккуратно. Дно данного флакончика имеет красно-малиновый цвет, а вверх флакончика идет уже прозрачное стекло. Жидкость в данном флакончике малинового цвета. И когда вы поставите вот этот флакончик на ваш туалетный столик, то при лампочке может переливаться. Вот эта красота очень красиво смотрится. Что касается данного аромата. Аромат мне очень сильно понравился носить в теплую погоду. Именно в теплую погоду. Очень стойкий, не раздражает и очень приятный. Есть шлейф. Что я слышу в этой ароматной композиции? Я слышу сливу, грушу и почули. Конечно же, там присутствует и роза. Очень-очень мне он понравился. Кто-то говорит, что ароматы от марки Эскада это компотики. Но я с этим не соглашусь. И вот этот красивый аромат я подарю моей сестре. Так как она его у меня попросила, увидев в инстаграме мои фотографии. Вот этот флакон ей очень сильно понравился. На этом я с вами попрощаюсь, дорогие мои зрители и подписчики моего канала. Всех хочу поблагодарить лично от меня за то, что вы подписались на мой канал и смотрите мои видео. Я вам очень сильно благодарна. Спасибо вам. До скорой встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok